Всем привет, ребятки, с вами Флэш, продолжаю держать вас в курсе по поводу изменений. Нам добавили ворд-модели всех ресурсов и также компонентов. Сейчас я все расскажу более подробно, а пока можете отгадать, что это за... А, ну написано, блин, хотел загадку загадать топлива низкого. Далее, витрина, тоже сейчас немножко расскажу. И, конечно, холодильник, просто царь и бог всех обновлений. Ну, обо всем по порядку, и так, поехали. Так, и начнем с ворд-модели. Тут представлено у нас серо... Ой, порох, точнее, Витя такой. Я все еще спрашивал, как же будет порох выглядеть? А вот так вот, просто насыпан кучкой. Металл высокого качества, очень классные слитки, мне понравилось. Сера, похоже на золото. Так, это у нас взрывчатое вещество, эксплозив. Ну, в принципе, можно все догадаться. Давайте оставшиеся топлива низкого качества, вы уже поняли. Оставшиеся повыкидываем. Это жир, как у нас выглядит. Вот такой вот жир. Ну, это какой-то даже не... Ну, да, жир. Наверное, хотел сказать, пешки, ладно. Ноутбук вообще бомба. Просто как настоящий. Причем он всегда выкидывается в одну и ту же сторону, смотрящий. То есть, видите, налево. Если я даже как угодно... Я хотел к солнцу его выкинуть, он все равно под одним и тем же углом. Ну, в общем, ничего не понятно, но мы уже видели скриншотики. Классно выглядит, мне очень нравится. Так, далее бумага. Бумага, там даже что-то нарисовано. Просто кусок бумаги, классно. Эксплозив у нас уже есть. Металл. Простой. Просто такой кусочками наплавленный. Далее. Жир в бочоночке. Очень прикольный. Камера. Ну, камера как камера, в принципе. Металл высокого качества, но не переплавленный. Просто такие куски. Кусочки. Далее. Металл. А, вот это не переделали, понял. Серу мы уже видели, желтая. Далее. Кожа. Ух, какая кожа. Блестит. Мне похоже, кстати, на кожу. И простая ткань. Ну, тоже такой немножко свернутый. Блин, класс вообще. Так, теперь смотрим компоненты. Поехали. Бочонок из пропана. Так, это вроде бы брезент. Веревка просто, такой кусок веревки. Знак. Так, этого нет еще. Скотч. Скотч есть, кстати, на мискрейтовский похож. Ну, как бы, как он может быть не похож, когда скотчен в Африке скотч. Так, все у нас вот эти есть. Даже отбеливатель кусок. Нитки. Нитки маленькие. Если где-то в траве затерев... Ох, вот это лезвие. Лезвие приличное размером. Трубы. Трубы еще вообще громадные. Ну, нитка вообще, конечно, маловато. Где-то вывалится... Так, пружинка. Пружинка достойная. Кусок металла самый большой, конечно же. Так, это еще одна запчасть. Микросхемки. Ну, можно было бы побольше. Ну, да ладно. Кстати, видно, у него процессор лежит. Какие-то платы. Шестеренка. Шестеренка вообще громадная. Она должна быть на уровне. Так, этим не сделали еще палочком. Ну, класс. Вообще бомба. Нитки самые незаметные. Все остальное, в принципе, различимо. Блин, столько всего. Барахла. Далее. Витрина магазина. Она у нас есть даже доступная в крафте. Стоит она 600 металла. Но пока что у нее нет никакого функционала. Ставится она стандартно в раму. Но, скорее всего, она будет использоваться для какого-то безопасного обмена. Тут открыли мы ячейку, положили. А человек, с которым мы обмениваемся, тут взял. Безопасности, конечно же, для того, кто выменивает. Потому что она не пробивается. Если будет вести огонь по торговцу, то ничего ему не сделают. С каких сторон не пробивается. Ну, и, конечно же, гвоздь всей программы. Это холодильник. Так, тут, кстати, что это такое нарисовано? Это то, о чем я подумал? Блин, ну что за бред? Так, значок раста. Давайте его хоть посмотрим поближе. Сзади устройство, в принципе, как у настоящего холодильника. Даже подключен он куда-то. Хотя электричества у нас нет. Как он тут доской как-то прилеплен. Тут что-то написано. Не разобрать. 1, 2, 3, 9 какой-то пароль. А слова не могу разобрать. Так, ну и лицевая сторона. Тоже какие-то рисунки детские. Деревяшка и все. ХП у него есть. 150. Пока что с пуль не рушится. Он также есть в крафте. Холодильник. Понятно, можем туда спрятать вещи. Стоит 150 дерева, 2 шестеренки, 2 клейкая лента. Клейкая лента это что у нас? Клейкая лента это скотч. То есть еще скотч нужен. Давайте заглянем внутрь. Опа! А тут слоты. Правда, небольшой он по слотам. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. На 12 слотов. Но тут скорее всего надо будет хранить еду, которая в скором будущем у нас будет портиться. Потому что опять же в админ панели у нас есть испортившееся, видите, куриное мясо, испортившееся волчье мясо. Человеческое, не совсем приятное. Это сгоревшее, это сгоревшее, это все понятно. Гнилое яблоко. То есть скорее всего вот это мясо с водом холодильника скорее всего будет портиться. И куриное, и такое, и такое. И чтобы его сохранить дольше, нужно его будет класть именно в холодильник. Я не знаю почему, когда я постоянно его открываю, у меня мозг хочет видеть, чтобы открывалась дверца. Ну прямо когда реальный холодильник. И так как у него громадный рост, видите, он очень-очень большой. То есть я туда, по идее, теоретически, вообще реально большой. Нифига себе, он под самый потолок что ли получается? Ну-ка стена. Да, он просто практически под потолок, жесть. Вот, и мой мозг постоянно хочет, чтобы открылась дверь, и я туда залез, спрятался. Я не знаю в какой игре это, ну там в амнезии, еще в каких-то, аутласте, там вроде куда-то прячется постоянно. И вот тоже хочется туда залезть и спрятаться, фиг его знаю. Он просто так заглядывает. Ладно, это уже мои чисто. Загоны. И давайте попробуем его сломать. Вывалится ли оттуда что-нибудь. Да, разваливается на составные части. И тут должно что-то у нас появиться. Да, вон мяско, все появилось. Бутылочка и рыбешка еще. И вот она рыба, да, форель. В общем, ребятки, вот такие вот нововведения. Продолжаем следить за новостями. Осталось завтра и уже будет выйдет в блог. Скорее всего, все эти изменения уже будут в обновлении. И, возможно, еще что-нибудь добавят. Короче, как не неделю, так уже столько контента. Все. Увидимся уже в следующем видео. С вами был Флэш. 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 Флэш.